Как мы будем отдыхать в новогодние праздники? Поправки к закону о полиции прошли второе чтение. Что делать, если не выдают в клинике направление на МРТ и направляют делать платно? Как наказать подъездного курильщика? С 1 марта новые штрафы для россиян. Все эти темы мы разберем в этом видео обзоре. Оформляйте подписку на канал, если не подписаны. Буду рад вашим лайкам, а я начинаю. Как мы будем отдыхать в новогодние праздники в 2022 году? Нерабочими днями объявлены с 31 декабря по 9 января. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней подряд. А 10 числа на работу. Проект поправок к закону о полиции прошел второе чтение. Депутаты поддержали право силовиков проникать в жилые помещения против воли находящихся там граждан. И вскрывать транспортные средства граждан в ряде случаев. Полиция получила право вскрывать лишние автомобили, в том числе в случае обеспечения безопасности при массовых беспорядках. И для пресечения преступления. А также для применения мер обеспечения производства по административным правонарушениям. Если есть основания полагать, что правонарушитель находится в состоянии опьянения. Или проведения осмотра. Также депутаты отклонили положение законопроекта, который освобождали полицейских от ответственности за действия при исполнении. И разрешавший им открыть огонь на поражение, если задерживаемый просто пытается к ним приблизиться. Не выдают в клинике направление на МРТ и направляют дело платно. Итак, срок ожидания проведения МРТ при оказании первичной медицинской и санитарной помощи в плановой форме составляет не более 20 рабочих дней. Со дня установления необходимости таких исследований пациенту. Если медицинская организация не может уложиться в указанные сроки, а отсутствует необходимый специалист или оборудование, то по закону пациента должна отправить в ближайшее лечебное учреждение для проведения диагностики. Причем абсолютно бесплатно. Если эти положения нарушаются, вы можете подать жалобу на медицинскую организацию, например, в свою страховую компанию. В случае отказа в выдаче направления на оказание помощи МРТ можно обратиться с заявлением или жалобой к уполномоченному лицу медицинской организации, в Росздравнадзор или органы госвласти в сфере здравоохранения, а также в суд. Можно ли пройти диспансеризацию в Москве, не имея здесь прописки? Да, медицинская помощь по полюсу ОМС оказывается на всей территории Российской Федерации, независимо от места прописки или регистрации. Для того, чтобы пройти диспансеризацию, вам необходимо прийти с паспортом и полюсом ОМС в одну из поликлиник, работающую в системе ОМС, и выбранную вами для получения плановой медицинской помощи и прикрепиться к ней, а затем пойти к участковому терапевту или в кабинет профилактики. Как можно наказать подъездного курильщика? Итак, закон о табакокурении, принятый в России еще в 2013 году, четко разграничил общественные места, в которых можно и нельзя курить. За курение в неположенных местах россиянам теперь приходится платить штраф от 500 до 3000 рублей. Статья 6.24 КУАП. Особое внимание закон привлек курение на детских и спортивных площадках, в подъездах, на чердаках, парковках и на придомовой территории. Как показывает практика, не все дела о курении в неположенных местах бывают проигрышными. Чаще всего для обвинения нужны доказательства и свидетельства очевидцев. Итак, чтобы наказать подъездного курильщика, тебе нужно обзавесись свидетелями, фото и видеодоказательства будут сложнооспоримыми. Минстрой анонсировал, с 1 марта 2022 года россиян начнут штрафовать за обшивку или остекление балкона. Теперь потребуется получить специальное разрешение на перепланировку балкона и справку отправляющей компании, где подтверждается соответствие остекления балкона общей архитектурной концепции здания. Нарушителей ждет штраф в размере 5000 рублей. А чтобы знать еще больше юридических советов, подпишитесь на юриста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова